Для чего я обожаю просто мой дневник, мой дневничочек любимый, это цели. Я каждый год прописываю цели свои на год, на полгода, квартал, на ближайший месяц. Точно так же я веду, записываю цели на неделю. И у меня есть замечательный ежедневник, это ежедневник, это мой рабочий ежедневник. В нем я прописываю свои задачи на каждый день. И я нашла свой способ. Я заканчиваю сведение, пишу это с вечера всегда. Если вы посмотрите, у меня этих желтых листочков огромное количество. На каждую неделю приходится около 6-7 листочек. Видите, я его закладываю всегда. Я прописываю всегда здесь основные задачи на следующий день. Я планирую свой день перед тем, если я возвращаюсь домой поздно, я делаю это первым делом утро, перед тем, когда же сажусь за работу. Почему на компьютере я не люблю это делать или планировать что-то, или записывать, потому что на компьютере возникает, ой, подождите-ка, заскочу-ка я на Facebook на 2 минутки, ой, подождите, почта пришла, ой, еще что-то. Не на телефоне, потому что тоже начинается. Нет, сел с ручкой, с листочком, дисциплинированно записал. И точно так же там можно планировать определенные задачи личного характера. Например, сегодня пробежаться у вас только-то, сделать йогу, потянуться и так далее. Поэтому есть различные техники. Мы не будем обсуждать техники, как правильно ставить цели. Найдите свою правду, то, что работает для вас, как вам подходит. Но я очень-очень рекомендую. Есть кто-то, кто по воскресеньям осматривает свою неделю и планирует следующую неделю ставить цели. Я просматриваю свои цели, так как у меня это все находится в одном дневнике. В принципе, у меня получается, наверное, раз в несколько месяцев я просматриваю свои цели и корректирую их. Опять-таки, это ваш личный дневник. Туда никто не будет заглядывать. Пишите туда все, что вам вздумается и корректируйте после этого. И это не значит, что вы не сможете потом заменить ваши цели. Поэтому я очень-очень рекомендую заниматься остановкой цели. И рекомендую планировать даже каждый свой день.